Вот что вы успеете сделать за 1 минуту и 4 секунды? Чай заварить, яичницу пожарить, да и то вряд ли. А наша следующая участница за это время проплывает 100-метровку вольным стилем. Встречайте Лиза Ермишина, чемпионка мира и Европы по плаванию! Лучше всех, лучше всех, у тебя все получится! Лиз! Привет, Лиз! Здрасте! Я слышал о приближении твоем где-то еще за километр. Ты шла и медали вот так вот звенели, звенели. И ты, получается, вот за минуту и 4 секунды проплываешь 100-метровку вольным стилем. Да, это правда. А есть где-то в мире девочка, которая плавает быстрее, чем ты? Ну, в Европе, я уверена, там, кто-то быстрее меня, точно никого нет вообще. То есть ты в Европе самая быстрая девочка? Да. Какой у тебя рекорд нахождения в бассейне по времени? 2 часа. А ты сколько можешь за 2 часа проплыть? 6 километров. 6 километров, ребята! А максимальную дистанцию, как ты думаешь, какую осилишь? Километров 15. 15 километров, люди! 15 километров, боже мой! Лиза, я с тобой, честно, соревноваться не стану, но есть у меня один знакомый, который, наверное, может бросить тебе вызов. Зовут его Андреев Данилевич. Отправляйся к нему. Держи медали, покажи ему. Лиза Вермишина! Так, подожди, 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 пускай все посмотрят на себя. АПЛОДИСМЕНТЫ Присаживайся. Ну, давайте же посмотрим на всю твою коллекцию. Медали в студии. Вот, держи, пожалуйста. А знаешь что? А ты сможешь сама поднять все медали? Да, смогу. Если не ошибаюсь, вот, общий вес всех этих 160 медалей порядка 10 килограмм. Представляете? Лизочка, если что, я подстрахую. Хотя, пловцы, мы крепкие, ребята. Покажи все. Все, давай их вот так вот красиво положим здесь. Знаешь, я смотрю, конечно, на все эти медали. О чем ты мечтаешь, Лиза Вермишина? Стать олимпийской чемпионкой, об этом мечтают все дети. Допустим, выиграла. Что дальше? Как ты видишь свою жизнь? Чем будешь дальше заниматься? Во-первых, я хочу давать мастер-классы, если у меня будет чему научить детей. Я буду пропагандировать здоровое питание. У нас возле школы есть магазин. Там постоянно дети, к сожалению, ходят туда и покупают всякие чипсы и всякую вредную еду. Так, чтобы дети не ели там вредную пищу, газировки, там всякую. Давай откроем секрет. Мы с тобой видимся не первый раз. Можешь рассказать, при каких обстоятельствах мы встречались? В бассейне. Раньше тебе приходилось соревноваться со взрослыми? Один раз. Это с моим тренером я соревновалась. Так. Кто победил? Я победила. Я в прошлом мастер спорта по плаванию. И мы с Лизой устроили такой, в общем, небольшой соревновательный заплыв. А еще мы договорились с Лизой, что никто не будет поддаваться. Все как бы выкладываются. Да, и плывут в полную силу. Давайте сейчас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ На старт! АПЛОДИСМЕНТЫ Интересно, чем закончилось? Мы потянем интригу, пока делайте свои ставки, а мы продолжим общение с Лизой. Твой основной стиль какой? Кроль. Вольный стиль. А почему ты пришла в плавание? Мама нас решила отдать на плавание просто. Это было для здоровья, для спины. Но мы вообще не хотели выходить из бассейна. Мы постоянно напрашивали маму, мама, давай, мама, давай, нет. А когда ты говоришь, мы, это ты и твоя сестра? Да, конечно. Ведь сестра у тебя тоже чемпионка по плаванию, чемпионка Европы, да, если не ошибаюсь? Ничего себе, отдали просто так на плавание. Ты и твоя сестра, вы умеете плавать, а родители умеют? Мама нет вообще, а папа нормально плавает. Мама не умеет плавать? Здравствуйте, уважаемые родители. Оксана, вы плавать не умеете. Ну, собственно, это и была причина, почему дети пошли на плавание. Мы отдыхали, и однажды на корабле в шторм мы были в море. Мне стало так тревожно, потому что дети не умеют плавать, я не умею плавать. Плавать умеет супруг. Когда мы спустились на берег, я сказала, знаешь, дорогой, так бы тебе пришлось случить что, тебе пришлось бы выбирать, кого спасать в первую очередь. Давай-ка мы отдадим детей на плавание. Тогда ты будешь спасать меня, и всем будет хорошо. Есть ли какие-то ограничения у вас для ваших дочерей-спортсменок? Они постоянно в режиме, они встают рано, ложатся тоже рано, потому что на тренировку утреннюю нужно идти очень рано. Первая тренировка в котором часу? 6.45, да, да, это я помню с детства. Подъем в 6 утра и вперед на тренировку. Есть что-то такое, чего очень хочется, но ты все-таки тоже себя ограничиваешь? Ну да, во-первых, кататься на велосипеде, на гироборде, я уже не раз потянула себе руку. Продолжала тренироваться уже в гипсе, только плавала на ногах. Потом, и потом я сразу поехала на соревнования и выступила там достойно, выиграла первое место. И выиграла первое место. Андрей Даманский, мой коллега, сейчас появится на этой сцене. Лиза! Можно тебя попросить ко мне? Для меня большая честь будет сейчас с тобой потренироваться. Смотри, у меня есть шарики, у меня есть скакалка и еще вот два перышка. Тренировку я буду проводить не один. Сейчас сюда выходит звездный тренер, чемпион мира по плаванию, чемпион Европы по плаванию, олимпийский призер Денис Силантьев. АПЛОДИСМЕНТЫ То самое чувство, когда ты кручешь все, то самое чувство, когда ты на уме, то самое чувство, когда ты кручешь все, кручешь все, у тебя все получится. Лиза, привет! АПЛОДИСМЕНТЫ Денис, вот смотри, есть у меня шарик, держи. Да, скакалка, конечно же. И вот перья. А ты уж будь добры, расскажи, как с этим тренироваться. Для чего нужно плавание? Это увеличение жизненного объема легких. Отлично, жизненного. Да. Мы проверим сейчас, насколько у наших ведущих и у Лизы раскрыты легкие. АПЛОДИСМЕНТЫ Раздадим каждому по одному шарику. Андрей, ты будешь участвовать? Андрюха, давай, давай! Мы берем, набираем в легкие воздуха и максимально выдыхаем. В шарик? В шарик. Мы делаем 10 выдохов. А если лопнет? Я думаю, что ты не настолько, да. А если ведущий лопнет? Так, ну ладно. Итак, друзья, приготовились. Погнали. Погнали, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Хватит, давайте пять раз, потому что шарики лопнут. У меня пять. Лиза подросток, объем легких у нее, конечно, далеко не такой, как у нас. Так что предлагаю, супер, на счастье отпустить шарики в воздух. Давай, на раз, два, три отпускаем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ух ты, Дальвевич! АПЛОДИСМЕНТЫ Вот, молодец. Денис, что дальше? Проверим теперь, насколько вы можете задерживать дыхание. Ого. Держи. Лиза, ты пёрышко. Андрей, тебе. Вы знаете, вот у меня было в моей практике, когда я соревновался, и я плыл 200 метров баттерфляем. Я последние 25 метров плыл без дыхания. Благодаря этому я просто держал ровное положение тела. И за счет этого я выигрывал. Мы сейчас проверим, насколько вы можете задерживать дыхание. А пёрышко нам как? А пёрышко? Ну, это так. На всякий случай, мы все знаем, что мы все люди честные, особенно Андрей. Поэтому... Это правда. Ставим перед собой перо и смотрим, чтобы мы не выдыхали воздух. Друзья, вдох. Задержали. Пошли. Пёрышко перед нашим ртом. Смотрим. До Манского уже какой-то сквозняк между носом и пёрышком. Молодцы. Так. Андрей, можно воргать. Только дыхание не задерживать. Следующее упражнение нам поможет наши суставы растянуть. И как же это? И размять. Берем скакалку. Вот так вот. И делаем прокрутку. Прокручиваем, проворачиваем руки вперед и назад. Ух ты. Да. Предлагаю Лизе тоже взять скакалку и показать, как она умеет это делать. Держи, Лиза. Это называется прокрутка, да? Да. Это... Ой. Ой. Вот. А, подставь, подставь. А держи ручки так, держи ручки. Вот ты можешь представить? Вот так вот прокрутить. Хватайся. Хватайся. Не получается. Да, это невозможно. Сделаем упражнение, которое делают все пловцы. Лиза тоже это упражнение знает. Может, даже и любит. Когда ты просто садишься на коленки. Вот так вот. Это надо в обуви делать? Это лучше делать без обуви. Нет, лучше, конечно, босиком лучше делать. А, как давайте. Что? Я готов. А я проконтролирую. Вот. Садимся на колени. И поднимаемся на носки. И растягиваем вот так вот наши суставы. Ой-ой-ой-ой. Вот так вот? Ай, больно-то как? Вот как делает Лиза. Да. Ух ты. Вот она, вот она. Да, да, да. Ай-яй-яй-яй. Это же больно. Вот так вот сидишь и разминаешь суставы, чтобы здесь были кином. Люди, попробуйте, это очень больно. Так, друзья. Прежде чем мы продолжим, у меня к залу вопрос. Вы видели, как начиналось соревнование Андрея Данилевича против Лизы? Да. Вопрос следующий коварный. Кто болеет в этом соревновании за Андрея Данилевича? А кто в этом соревновании болеет за Лизу? Друзья, я предлагаю прямо сейчас нам всем вместе посмотреть, чем же закончилось это противостояние. Лиза! 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 Смотри, как, кто, что! Вот эти вот несколько десятых секунд значения никакого не имеют, потому что, конечно же, разница в возрасте, в опыте. Все сыграло свою роль, но, Лиза, ты большая умничка. Я, правда, восхищен твоим талантом. Я уверен, Лиза, у тебя в жизни будет еще много медалей. И олимпийское золото тоже обязательно будет. Я искренне тебе этого желаю. Только вот пусть медаль круче всех останется самой памятной медалью твоего детства. Медаль и подарок в студию! Надевай! А то самое чувство, когда ты кручешь все, кручешь все, Редактор субтитров А.Семкин